Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Сегодня в выпуске вы увидите. Состоялся первый форум «У нас растет чемпион». Сейчас мы должны заботиться о будущем, чтобы наши детки в погоне за результатами не забывали про здоровье. Прошла встреча Совета отцов, неравнодушных мужчин муниципалитета. Наша основная сегодня задача как раз в тех школах, которых не существует в сегодняшний момент Советов отцов школьных, соответственно, организовать мужчин. Ученики Видновской школы номер 7 присоединились к молодежному движению первых. Будет очень много классной движухи, крутой. Давайте наводить вместе молодежную суету в городе. Как детям заниматься спортом и достигать высоких результатов, не нанося вред своему здоровью? Ответы на эти и другие вопросы можно было узнать на первом форуме «У нас растет чемпион». Наша съемочная группа побывала в числе гостей. Более 200 человек стали гостями первого форума «У нас растет чемпион». Представители спорта и медицины собрались на одной площадке, чтобы поделиться знаниями и опытом, поговорить о нелегком пути к педесталу. Остались позади времена, когда спортивные результаты достигались любой ценой, подчас нанося непоправимый вред здоровью. Теперь взрастить здорового чемпиона можно в союзе спорта и медицины. Сейчас мы должны заботиться об этом будущем, чтобы наши детки в погоне за результатами не забывали про здоровье. Я искренне верю, и наш форум действительно это показывает. У нас уже кандидаты, мастера спорта есть. Что можно добиваться высоких консультатов, при этом поздравляясь здоровыми. Форум организован при поддержке филиала торгово-промышленной палаты муниципалитета и администрации Ленинского округа. В числе спикеров специалисты из различных медицинских и образовательных учреждений, а также врачи в Видновской районной клинической больнице, где уже несколько лет работает отделение спортивной медицины. Специалисты разного профиля есть, в том числе и офтальмологи, есть разные исследования. Как раз именно те, которые могут дать допуск к определенным спортивным занятиям. Количество осмотренных деток, спортсменов, оно растет с каждым годом. Если брать, условно, в 2021 год, то у нас было осмотрено 11 тысяч детей. В 2022 году было осмотрено 13 тысяч детей. В семье видновчанки Софии Девятовой растет будущая чемпионка. Девочке всего семь и уже три года. Из них она занимается гимнастикой. Подход серьезный. Четыре раза в неделю маленькая Вика ходит в зал, а ее мама уже выступает как спортивный менеджер. В первую очередь следить за режимом ребенка. Не пропускать тренировки. Это очень важно. Дисциплина прививается обязательно. Также питание. Обязательно проходим диспансеризацию, обследование. Рекомендуют раз в год. Мы проходим раз в полгода для своего спокойствия. За плечами у юной гимнастки уже несколько побед. Но главное, конечно, впереди. В Пересвете за первое место. И в мытищах за второе бывало. Какая у тебя мечта? Стать как Аверина. Чемпион. Да. На форуме все желающие могли получить бесплатные консультации. Детям проверили зрение лучшие окулисты города, а родители пообщались с иммунологами, психологами, экспертами по питанию и даже ипотерапевтами. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Совет отцов – это сообщество ответственных и неравнодушных мужчин, которые занимаются воспитанием своих детей и способных поделиться этим опытом с другими. Во Дворце культуры города Видное состоялось собрание Совета отцов Ленинского городского округа. Эта организация призвана повысить значимость роли отца в семье и воспитании детей. Я знаю, что мир сегодня, вообще весь мир зависит от поведения каждого из нас. Что только они станут наши дети прежде всего в наших руках. Если мы не хотим, чтобы на наши детей влияло агрессивное пространство, и если мы верим в истину, а верим в Бога и Родину, то мы должны сейчас быть рядом с нашими мальчишками и девчонками. В здоровом обществе мужчина должен быть прежде всего наставником и подавать пример для подрастающего поколения. В нашем муниципалитете Совет отцов появился в конце 2021 года как подразделение Общероссийского движения «Отцы России». Задача движения, в общем-то, собрать активных пап для того, чтобы помогать детям, для того, чтобы обеспечить их защиту, их безопасность, их развитие. В общем-то, вот главная задача Совета отцов. Пропаганда традиционных семейных ценностей – приоритетное направление работы Совета. На мероприятии присутствовали отцы, входящие в школьные активы. Они поделились своим, в том числе, профессиональным опытом и предложили проводить в школах занятия по профориентации детей. И наша основная сегодня задача как раз в тех школах, в которых не существует сегодняшний момент советов отцов школьных, соответственно, организовать мужчин, чтобы эти советы наконец-то начали быть в каждой школе нашего региона. Владимир Селиванов предложил план мероприятий на ближайшие месяцы, которые будут проводиться представителями Совета. Среди них культурные, спортивные и образовательные. Также немаловажной темой встречи стала безопасность. Весной игры на тонком льду представляют большую опасность, а детские забавы со спичками вызывают тревогу всегда. Наша цель – напомнить о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, для того, чтобы отцы могли донести всю эту информацию от детей, в очередной раз провести беседу о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности, чтобы дети в полной мере обезопасили себя от пожаров. Деятельность Совета отцов муниципалитета будет развиваться, а подобные встречи продолжатся и в будущем. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Прихожане Никольского храма села Ермолина собирают гуманитарную помощь для жителей Донбасса и участников специальной военной операции. Несколько коробок с необходимыми вещами уже переданы бойцам. При Никольском храме в селе Ермолина находится молодежный клуб. Его участники организовали пункт сбора гуманитарной помощи под названием «Прицеп тепла». Местная жительница Екатерина Ковальчук рассказывает, что волонтеры собирают необходимые вещи и раз в месяц отправляют нуждающимся в разные уголки России. Один из наших прихожан отдыхал летом в одном из регионов России и увидел, как там вообще люди живут очень бедно, и предложил нам всем вместе собирать помощь людям в таких отдаленных местах. То есть это изначально была абсолютно такая вот миссия помощи регионам. Сейчас активисты собирают гуманитарную помощь бойцам и жителям Донбасса. Была недавно поездка наших друзей нашего храма в ЛНР, ДНР, в госпиталя. Мы собрали много там ходунков, костылей для раненых бойцов, также инвалидные кресла, также продукты, одежду. Наши прихожане очень откликнулись, спасибо им огромное, потому что, конечно, невозможно заниматься такой деятельностью в одиночку, каким-то маленьким количеством людей, откликнулось очень много людей. Коробки с необходимыми вещами, собранные прихожанами Никольского храма, уже были доставлены военнослужащим. В этом помог видновчанин, переоператор серого канала Владимир Гриневич. Я привез бойцам ваши посылки, которые вы собирали, всем Ленинским городским округом и городом Видное, ну и прихожане нашей церкви. Поэтому я хочу ребятам, ВДВшникам передать, здесь есть вещи теплые. Хочу поблагодарить всех, особенно деток. У нас очень много деток, которые, хоть и маленькие, но им уже близка эта тема, то есть родители посвящают в это, они сами вяжут, сами шьют, что-то на свои накопления покупают. И очень радуются, когда получаем обратную связь, это прям бесценно. Люди интересуются, мы сами обращаемся к людям, к прихожанам, о помощи, чтобы мы все вместе не остались безразличными и неучастными в этом общем большом деле. Принять участие в благотворительной акции может любой желающий. Пункт сбора находится на территории храма. Наталья Буслаева, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Все больше образовательных учреждений Ленинского городского округа присоединяется к Всероссийскому молодежному движению первых. На днях в ряды организации вступили ученики Видновской седьмой школы. События ребята отметили зажигательной дискотекой, на которой побывала и Юлия Погасьян. В седьмой Видновской школе на днях было весело. Здесь для учеников выступали представители мастерской праздников, которые по всему округу для молодежи организуют развлекательные программы. Со своим проектом «Наш двор» ребята одни из первых присоединились ко Всероссийскому молодежному движению первых. Их направление – массовые мероприятия. В это образовательное учреждение они пришли с целью набрать новых волонтеров. Мы занимаемся организацией праздников от детских до взрослых. Сегодня у нас подростковый праздник. Его организуют тоже подростки. У нас уже в активе было много ребят седьмой школы. И я думаю, их будет еще больше. Поэтому мы в принципе школу так и выбирали. У нас много с девятой, седьмой, с пятой. И мы с удовольствием будем набирать ребят с других школ, чтобы они могли раскрыть свои таланты. Теперь, когда седьмая школа тоже состоит в движении первых, у учеников появляется возможность развиваться в разных направлениях. Кто-то выберет спортивное, другие – художественное, третьи – развлекательное. Всероссийская общественная организация – это возможность раскрыть себя, познакомиться с новыми людьми, получить бесценный опыт. Будет очень много классной движухи, крутой. Давайте наводить вместе молодежную суету в городе. Я вас всех жду в наших рядах. Следите, подписывайтесь. Ну а сегодня зажгите, как следует, ребята. Давайте взорвем эту пятницу вместе. Погнали! Как бы с неба, и думал, в глазах тебе, где бы я не был. Для стык я стану звонки без ответа. В программе праздничного вечера – современная популярная музыка, шоу барабанщиков и масса позитива. На дискотеке собрались сотни учеников. Все остались под впечатлением. Вечеринка очень хорошая, нам очень нравится. Вот бы это часто проводилось, по-моему, очень весело. С Егором я солидарен, я считаю, вечеринка отличная. Возьмут раз в месяц вообще будет отлично. Все просто супер, после тяжелого дня вообще отлично. Мне кажется, это здесь музыка, которую все любят. Многие их не включают, здесь же они есть. Огромное спасибо за организацию этого праздника. Для меня это какие-то новые возможности, новые впечатления. Просто все отлично. И таких новых впечатлений впереди еще больше. В апреле ребят ждет масштабный форум организации, которого занимаются представители движения первых. Он пройдет в дворце спорта «Видное». На протяжении нескольких дней участникам предстоит обучение в школе аниматоров. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская. «Видное ТВ». На сегодня это все новости. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова